Улицы Черемшанская, Восточная и Алтайская, около 20 многоэтажных домов, а также университетские лицеи и детский сад Яблонька остались без холодной воды. Димитровградка Елена Задкова рассказывает, как справляется с маленьким ребенком в условиях отключения. Запасаемся обычно. У меня родители на порту живут, уезжаем к ним. Больше никак. А как с маленьким ребенком без воды? Первый порыв на трубе холодного водоснабжения произошел утром-среду. В районе половины девятого произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения, 200 миллиметров диаметра, остальная труба. По улице Алтайской было отключено в районе 9.30 некоторое количество домов. После чего порыв был устранен, просто заварили, поставили заплатку. В 12.45 дали всем потребителям воду. С аварией справились, но ненадолго. В обед случился еще один порыв. После этого был обнаружен еще один порыв. И сейчас где-то в районе 15.30 он будет полностью устроен. Сейчас он на водоснабжение не влияет. Коммунальщики пообещали справиться с аварийной ситуацией до вечера среды. Татьяна Баловнева, Константин Белов. Наше время.